5. Да, все записано. Отсчитываем где-то 40 минут. Хорошо, отлично. Тогда я начинаю. Человек это единственный из доступных нам существ, который владеет разумом и имеет самосознание. Ну, или по крайней мере на это претендует. Философия, как самое общее название для любого дискурсивного и теоретического мышления о мире и о месте в нем человека, согласно Кожеву, издревле имела в качестве лозунга выражение «познай самого себя». Однако, чтобы познать какое-то существо, нужно знать также его происхождение, генеалогию. Поэтому, чтобы исследовать человека, объяснять разумность как его отличительную черту, философия в лице выслителей, которых мы рассмотрим в нашем докладе, прибегает к диалектике раба и господина, как к логическому принципу, позволяющему продемонстрировать, можно сказать, изнанку разума, его неразумный, ацефальный путь становления разума. Я передам, наверное, слово Насте. Раб и господин отсылают к гегелевским гештартам в процессе становления духа посредством филогенеза. Но само изобретение диалектики раба и господина было, прежде всего, связано с решением проблемы свободы. Диалектика показывает, что, с одной стороны, свобода или истина присваивается только через опосредование и никогда не непосредственно. И, с другой стороны, что между позициями раба и господина всегда есть асимметрия. Только раб признает господина, сам оставаясь при этом не свободным. Эта диалексика изначально была воплощенным примером хитрости мирового разума, так как даже сами имена гештальтов, как мы с вами знаем, носят обманчивый характер, поскольку победителям в конечном счете выходит отнюдь не господин, а раб. Однако, рецепция самого этого наименования была неоднозначной. Например, во многом, благодаря критике рабства у Нильша, а также влиянию их на именологии, рецепция диалектики раба и господина нашла новые неожиданные решения во французском неогигельянстве. И вот, собственно, в нашем докладе мы поставим проблему рецепции этой диалектики в межвоенный период французской философии. А именно мы представим два частных сюжета ее прочтения, связанных с друг другом генетически. Первое и более ортодоксальное прочтение диалектики раба и господина принадлежит Александру Кожеву. Он находит в дихотомии раба и господина ключ к ответу на четвертый кантовский вопрос. Что такое человек? При помощи диалектики Кожев разрабатывает проект «Негативная антропология». Согласно Кожеву, цель истории состоит в том, чтобы бывший раб стал мудрецом или иначе атеистом-теантропом, то есть конечным существом, который при этом обладает абсолютным знанием. Другое прочтение принадлежит Джорджу Баттайу. Баттай, будучи инспирированным философией Ницше, не приемлет победу рабства ни в какой форме. Его проект отвергает идею истории как накопление рабом знания о себе. В этом он противопоставляет всей диалектике рабства-господства, альтернативную и в каком-то смысле мы можем назвать ее небинарной фигуру, которая одинаково отличает себя как от рабства, так и от господства. Эта фигура крайне похожа на господина, но отличающаяся от него едва заметно в будущем различия. Об этом различии мы находим небольшое упоминание у одного из самых интересных интерпретаторов Баттая, Жака Дорида. В своей ранней статье из сборника «Письмо и различия», которая посвящена философии письма и смеха у Баттая, Дорида пишет следующее. Я престирую то, как он это описывает. Мы не можем даже сказать, что различие это имеет какой-то смысл. Оно и есть различие смысла. Это тот уникальный интервал, который отделяет смысл от своего рода бессмыслица. Таким образом, Кожев и Баттай обращаются к диалектической паре, чтобы решить собственную, у каждого свою антопологическую проблему. Однако решения, которые предлагает каждый из них, приходят в итоге к разным ответам. В нашем докладе мы постараемся сравнить эти решения и показать, как они осуществлялись в рамках каждого из бессмысловских проектов. И предварительный тезис нашего исследования состоит в том, что рецепция диалектики раба и господина в рамках проекта Кожева и Баттая показывает, что самосознание несовозможно с абсолютным знанием. Напротив, незнание или недостаток знания, врожденные фундаментальной расширенностью субъекта, это единственное, что поддерживает самосознание и позволяет субъекту раскрыться в своей речи в качестве я. Я передаю... А, да, еще расскажу кратко про сам план нашего доклада. Вначале мы обозначим общую рамку рассмотрения субъектов в контексте проблем самосознания. Затем мы перейдем к рассмотрению рецепции Ниоги Гильянского во Франции на примере Кожева и коллежи социологии. И, наконец, в последней части нашего доклада мы сравним проекты Кожева и Баттая и покажем, каким выводом они приходят. Дальше я передаю свое мнение. Спасибо. Есть ли какие-то вопросы на данный момент? Нужно ли что-то уточнить? У них... Мы уже немножко об этом сказали. У них, в принципе... Нет, я могу повториться кратко. Да, Максим спросил, какая связь между Кожевым и Баттаем. У них, у их проектов прямая генетическая связь, потому что Баттай, в принципе, знал Гегеля через Кожева. То есть он посещал его лекции, он приглашал... Он и другие члены коллежи социологии приглашали Кожева. Он, правда, на них наступал только один раз, мы об этом еще скажем. И в целом работы Баттая, они были во многом инспирированы дискуссиями с Кожевым, которая, правда, шла только с стороны Баттая. Сам Кожев был в этом не сильно заинтересован, но тем не менее... Хорошо, давайте я как раз к этому и перейду. Итак, я предлагаю начать с самого начала, с некоторых пролегамент диалектики Раба и Господина, то есть к тому, как эта проблема появилась вообще. Раб и Господин – это два гегелевских гештальта, представленных феноменологией духа. Это место, которое вообще известно. Они, как и знаменитая Белум-Омниум-Контра-Омнес, не отсылают к какой-то реальной антропологической ситуации. Эта диалектика, она является скорее, как сказал об этом сам Кожев, логическим принципом, фактически не существующим в чистом виде. Цитата. Этот логический принцип отражает определенную логику появления человеческого субъекта. Одно самосознание становится рабским, другое – господским. То есть между ними есть асимметрия, о которой выше говорила Настя. Так вот, к подобному подходу, к проблеме, к проблеме даже эпистемологии самого субъекта, философия пришла совсем не сразу. Сам Кожев, например, отмечает, что поначалу философия нового времени в лице Декарта сумела поставить вопрос о субъекте, однако дала поспешный и неверный своего точки зрения ответ. Философия Декарта, как известно, определяет субъекта как сознание. А не, например, как самосознание. Декарт рассматривает сознание как субстанцию раскогитенс, которая дана себе непосредственно. Тем самым, по мнению Кожева, Декарт игнорирует вопрос о появлении самосознания как такового. и о том, какую существенную роль в этом вопросе играет опосредование фигуры или инстанции другого. Обнаружить эту существенность оказывается невозможно, потому что сам опыт картезианского сознания всегда непосредственный. Разум дан себе как индексует. Он не рассматривает свой опыт самого себя как проблематичный. Он, в принципе, не ставит так вопрос. Это приводит к тому, что Декарт отождествляет сущность человека субстанцией мысли, внеположной тела. Впоследствии проблема самосознания, как известно, радикализировалась в скептицизме Юма и позволила ему поставить на такой буддистский манер дождественностья под вопрос. Что, в свою очередь, пробудило догматического сна Канта и в итоге позволило появиться Гигелевскому проекту с его решением в виде диалектики Рвая Господина. Вопрос заключается в следующем. Как после того, как эта диалектика родилась, она оказалась во Франции? И вообще, каким образом создавался контекст рецепции Гегеля до того момента, как на ванн-сцене появились Кажеф и Батайф? Во-первых, нужно понимать, что рецепция Гегеля во Франции имела очень тернистый путь. И еще в 1830 году при жизни Гегеля его называли Платоном Антихриста, буквально. В начале 20 века рецепция во Франции почти или вовсе не имела представителей, поэтому была очень важна легитимация Гегеля не только, скажем так, в поле среди неинтеллектуальных кругов, непрофессиональных философов, куда в одно время входили сюрреалисты и многие другие люди, увлекавшиеся Гегелем. Но также и в так называемой башне из слоновой кости, то есть в академических кругах, где эта легитимация Гегеля стала возможна именно благодаря усердию Александра Кайре. Именно благодаря Кайре Гегель стал восприниматься французской публикой совсем по-новому. Во-первых, его семинар по религиозной философии Гегеля позволил соприкоснуться с Гегелем не только университетским логиком и эпистемологом, но и более широкой публике, что впоследствии как раз повлияет в том смысле, что позволит проложить мостик для сакральной социологии, которой будет заниматься колеша, колеша социологии. Во-вторых, благодаря Кайре феноменология духа стала рассматриваться через оптику гусерлянской феноменологии. Это его новшество, и я скину небольшую цитату к нам в чат, вы можете посмотреть в чате нашей конференции. Я зачитаю цитату из работы Анны Владимировны Елпольской по Ливенасу, где она упоминает об этом. Я цитирую. Кайре был первым французским философом, который попытался прочитать Гегеля через гусерлян. Гегель, прочитанный глазами Кайре, это вовсе не система, описывающая развертывание абсолютного духа, а философская антропология или даже философия человека, которая занимается конкретным приложением метода феноменологического анализа, в смысле гусерлян, поясняет Кайре, ко времени, схваченному в мыслях. Зерном гегелевской философии есть описание автоконституирования времени, но не абстрактного времени, времени методовского, кантовского, времени формулы часов, а времени человеческого, времени человеческой истории. Конец цитаты. Так вот, инспирированный феноменологическим прочтением Кайре в 1930-х годах, на французской интеллектуальной авансцене появляется его близкий друг Александр Кожев. Они очень близко общались лично и во многом заметно по косвенным признакам, по каким-то документам отчетности, как Кайре всячески продвигал и передвигал поближе к Кожеву, упоминая его везде, где только мог, в разных семинарах, которые сам проводил. Ну, для того, чтобы его коллега смог как-то устроиться во французском университете, с этим были проблемы в то время, как будто бы их нет сейчас. Благодаря именно Кайре и Кожев совмещают феноменологию Гигеля и Хайдегера. То есть я хочу сказать, что, на мой взгляд, теоретическую базу этого сближения продумал и придумал, в принципе, изначально Кайре. То есть историк науки, человек, работающий в архивах, а совсем не Кожев, который ее адаптировал и прочитал впоследствии на свой манер в духе русского космизма, но это я уже далеко ухожу, в духе Соловьева, богочеловечества и вот марксизма, в первую очередь. Да, через 10 минут у нас закончится зум. Я предупрежу заранее, мы переподключимся. Так вот, благодаря частной интерпретации Кожева появляются альтернативные прочтения диалектики раба и господина в будущем. Например, это учитель и ученик у Левинаса, это концепции стадии зеркала и депального треугольника и господского аналитического дискурса у Лакана, это рабство и суверенность у Батая и многие другие вещи. Мы не настаиваем на полноте этого списка, но, как видно, и он уже внушительный. То есть, интерпретация Кожева довольно влиятельна. Так или иначе, все эти проекты касаются проблемы федерологии самосознания, как сам это формулировал Кожев, на который был призван ответить этот логический признак, логический принцип, извините. Так вот, один из таких проектов, на наш взгляд, который был инспирирован прочтением Кожева, это колледж социологии. Колледж социологии, в который в первую очередь входили такие люди, как, разумеется, Жорж Батай, Рожек Айуа и, ну, собственно, из тех, кто был постоянным организатором, наверное, и все. Наверное, еще Мишель Лейрис, но в меньшей степени, то есть он, наоборот, старался сепарироваться от этого сообщества. Так вот, Классовский тоже, мне подсказывает Данила, но я думаю, что Классовский не был, скажем так, заводилой в этой шайке-лейке, касательно колледжа социологии. Он был задуман для исследования проблемы сакрального как основы социального. И сама задумка исследований сакрального была связана с авторитетом Кожева. То есть между колледжем и Кожевом есть прямая связь. Рожек Айуа вспоминает о том, как рождался сам замысел этого кружка. Он пишет, мы пытались заручиться поддержкой Кожева, который, как вы знаете, был главным экзогетом Гегеля во Франции. Именно у Батая на улице Ренс мы показали наш проект Кожеву. Кожев выслушал нас, но отклонил наши идеи. С его точки зрения мы ставили себя в положение фокусника, который сам себя при помощи своих фокусов пытается заставить поверить в магию. Конец цитаты. По словам составителя сборника текстов колледжа социологии Дени Улье, проект так и остался нереализованным. Проект самой сакральной социологии. По причине внутреннего противоречия самого этого понятия, сакральной социологии. Если она занимается изучением переживания внутреннего опыта, сакральной социологии, то она должна уступить место психологии и феноменологии. С другой стороны, если сакральная социология занимается производством сакрального, то следовало бы отнести участников группы к людям искусства, а не науке. Однако для участников было очень важно называть себя социологами. И этому есть очень хорошее объяснение. Указание на эту науку подразумевало определенный эпистемиологический тезис о включенности субъекта в исследуемый им мир. Как пишет об этом, опять же, Дени Улье, ученый является частью объекта своего исследования. Параллельно можно сказать, что в литературе, связанной уже не с коллежьем социологии, а с Кожевом, исследователь Стефанос Геруланас, один из, наверное, самых известных в русскоязычной среде исследователей Кожева, пишет о Кожеве примерно то же самое, называя это понятием реализм без основы. Я прочитаю одну цитату из Геруланаса. «Этот так называемый новый реализм, появившийся в 1930-х годах, поставил во главу угла антисубъективные, антиэссенциалистские, протоэкзистенциальные тенденции. Такой реализм не перестает быть реализмом, правда, уже заключенным в рамке эпистемологии и филимологии, которые представляют наблюдателя или субъекта как вовлеченного в реальный мир и определяющего его». То есть я хочу показать, что мы из двух источников берем какие-то цитаты, и те, и другие характеризуют подход Кожева и Батая примерно одним и тем же образом. То есть для них, во-первых, была очень важна эта ставка на включенность, для Кожева, например, систему гегельской истории. Для Батая это скорее была отсылка к социологии, Мосса, Дюргейма, то есть таких авторов. Так вот, несмотря на близость взглядов, продуктивного диалога на самом деле между Кожевым и Батаем или Кожевым и Калежем просто не вышло. Главным инициатором дискуссии между ними был один из лидеров, собственно, Калежи, сам Батай, который активно посещал семинар Кожева по гегелю, обсуждал с ним какие-то вещи в кафе после этих лекций. И, как видно, по свидетельству урожей Калубкаева, которые мы выше привели, а также по количеству выступлений Кожева на заседаниях Калежи, он приходил туда, а их было одно. В своем энтузиазме Батай был одинок. То есть Кожев не шел к нему навстречу, он совсем был не заинтересован в критике Батая, потому что Батайевский проект выводил негативное, само понятие негативности, за рамки системы. И это никак не сочеталось с идеей обретения абсолютного знания или мудрости по Кожеву, поэтому не рассматривалось всерьез. Несмотря на то, что диалога не получилась, по некоторым источникам мы можем остановить и сравнить их позиции. И такое сравнение интересно по причине того, что основанием для него является генетическая связь этих двух проектов. Батай пишет несколько... Батай пишет, во-первых, письмо Кожеву, которое опубликовано, где он пишет о том, что его интересует проблематика негативности и, скажем так, негативной антропологией, как это называет еще Стефанус Герланус. И в другом тексте, например, в ученике Колдуна Батай пишет следующее. Я цитирую, просто очень красивая цитата. «Действие, предпринимаемое с какой-то рациональной целью, является всего лишь ответом на неизбежность рабского подчинения. А вот действия, предпринимаемые в стремлении к увлекательному образу счастливого случая, только и способны соответствовать потребности жить по образу и подобию пламени. Дело в том, что гореть и изнурять себя до самоубийства за столом, где играют бакара, это по-человечески». Ну, то есть Батай, да, наследник духа бунтарского нитши, неприемлющий рабство ни в каком виде, он, конечно, за то, чтобы мы жизнь и ее форма никак не оправдывали. Ну, это с одной стороны, да, мы говорим о том, что Батай использует диалектику раба и господина и негативную антропологию. С другой стороны, в случае Кожева таких комментариев не нужно, использование диалектики очевидно. Наверное, на этом моменте я предложу участникам переподключиться, и мы перейдем к следующей сессии. Может быть, сейчас есть какие-то вопросы, пока у нас есть две минуты. Да, коллеги, можно, например, вопросы задать, а мы переподключимся, и наши замечательные садчики ответят. Ну, а если вопросов нет? У меня есть вопрос, если можно, поскольку я как экономист немножко, я же говорю, у Маркса было, как бы, человек как родовое существо. Это он, как бы, от Фьеррабаха, естественно, идет, но, как бы, есть, как бы, индивид и вид. Вот в вашем понимании это важно, то, что, как бы, человек такая двухэтажная субстанция, как индивид и как вид. Или это, как бы, вид для вас, как бы, есть только индивид, и вот всякие накрутые, вот там, раб, господин, примите к индивиду, а не с точки зрения чего-то целого. Я не могу... Или и сохраним интригу, и все-таки переподключимся, и потом будем ответить. Потому что совершенно точно прервется, мне кажется. Да, не возражаю? Да? Давайте, коллеги. Да. Может быть, еще есть какие-то вопросы? Да, был вопрос по поводу того, можно ли будет посмотреть запись. Скорее всего, да. Мы попытаемся ее уложить куда-то. Да? Да, в общем, мы думаем, что можно будет посмотреть запись, только ее надо будет смонтировать, потому что у нас будет несколько их. Ну, с этим мы разберемся. Да, сложность следить за мыслями. Мы не написали. Можно будет посмотреть, наверное, на... Либо на нашем сайте. Да, на нашем сайте. На сайте Нула сделайте ссылочку на облако, и там они все посмотрят. Да, хорошо. Вот я пока у нас технически мы подгружаемся. Не забудьте, пожалуйста, ну, как бы, если не трудно, небольшой отчетик сделать сразу. Да, конечно. Хорошо, да, да. Чтобы мероприятие было выложено до Нового года. Хорошо? Да, хорошо. Можно фотографию какую-нибудь сделать, если откроются личики. Да, пока, может быть, еще... А, вот, все, я уже могу, значит, ответить. Да. Я хотел быстро сказать, чтобы, может быть, основные вопросы на конец все-таки перенести. Скорее, для этих карбай господина это логический принцип. Этот принцип может применяться как конкретным индивидам, как обществу, просто потому что КЖФ предпочитает рассматривать частное всегда в системе или как честный случай какой-то системы. Параллельно у Ивана Сергеевича Куриловича выходит статья, где показывается, насколько важно это допущение для КЖФ, и насколько рушится вся его философия, если его оттуда достать. И, с другой стороны, можно не только с двух, например, индивидов перенести на уровень общества, но также, ну, как с этим поступил Маркс, например, да, но интериализировать и сказать, как с этим поступил, например, Лакан, и сказать, что, ну, вообще-то, раб и господин, ну, это соотношение внутри одного субъекта, а не двух индивидов конкретных. Или, вернее, каждый конкретный индивид, который выступает в качестве господина, условного в отношении какого-то субъекта, он воплощает, инкранизирует какую-то, ну, там, какую-то вот сторону из эдипального треугольника. И да, тут прозвучал еще один вопрос, пока мы отключались, биографического толка. Действительно, да, действительно, КЖФ был сталинистом, с этим нельзя спорить, но сталинистом в особом смысле, то есть он был, знаете, таким очень большим ироником, человеком эпатажным, и для него Сталин был аналогом мировой души на коне. Ну, то есть, это действительно факт. Насколько мы можем доверять его словам, есть знаменитое, да, письмо Сталину, которое он написал, по крайней мере, он убеждал в этом собеседников, насколько это реально, мы не знаем. Илья спрашивает, никого не расстреливал? Нет, нет, он скорее был бюрократом и человеком, ориентированным на политику и на практику. Одно другому совершенно не мешает, между прочим. Да. Ну, собственно, я тоже был бюрократ. Наверное, я передам уже слово Насте, она будет говорить в следующей секции. Да. Собственно, в следующей секции мы непосредственно перейдем к осмотрению самих проектов Кожево и Батая. Кожев дуалист, допускающий, что человек отнюдь не редуцируется к биологическому организму, поскольку человек, помимо своего биологического организма, обладает еще и дискурсивностью. Однако, в его феминологии, совмещающей Гегеля и Хайдегера, человек – это уже не нововременная субстанция, а сама негативность действия. Нечто, простите, ничто, становление. Человек – это уже не простая субстанция бессмертной души, а смертное вожделение или желание конкретного тела. Он имеет определенную историю появления в качестве самосознания. И именно ее логический принцип диалектика Раба и Господина призвана продемонстрировать. Однако, для Кожева она не более чем инструмент, который дает возможность ответить на его собственный философский вопрос, поставленный им в наброске главного труда в тексте «Атыни». Вопрос звучит следующим образом. Как возможен идеал человека, живущего полной жизнью? В качестве своего ответа на этот вопрос Кожев предлагает концепт мудреца. Мудрец – это фигура совершенного человека, который, оставаясь смертным, обладает абсолютным знанием и умеет отвечать на любые философские вопросы. Мудрец воплощает собой идеал познание себя. Однако такой концепции можно возразить, потому что если самосознание – это продукт неудовлетворенности рабом своим положением, то есть следствие зазора между бытием раба и его знанием о себе, то в таком случае не привозит ли полнота самосознания всезнающего мудреца к уничтожению самой его возможности обладать разумом и речью? Мудрец призван быть подлинным господином себя и мира, полностью удовлетворившим себя и признанным. Однако гарантом достоверности его знания в проекте КЖЭО является неуловимый конец истории, всего чего любой аргумент мудреца сводится к простой формуле «знающему достаточно» сапиентисат и на деле может оказаться лишь каталогом достоверных мнений. При помощи диалектики раба и господина КЖЭО пытается решить проблему гетерономности эго. Однако его решение опирается на предпосылку о необходимости предсуществования тотальности всего смысла, который затем лишь раскрывается посредством истории и человеческого труда. Это ведет КЖЭО к тому, что главный герой его истории, то есть смертный бог или мудрец, конечное существо, которое обладает бесконечным знанием. Конечная цель человека для КЖЭО это добиться тотального расколдовывания и объяснения мира. Познание равнозначно подчинению, обретению автономии в своем способе существования. Но эта цель так или иначе целиком полагается на смысл, в конечном счете подчиняя негативное основание человека тотальности гегеневского разума. Этому решению можно противопоставить другое, батайевский концепт суверенности. Для батая свобода человеческого я как ничто это в том числе освобождение от смысла. Снятый раб Гегеля все еще остается рабом понимания батая. Он раб замкнутого тотального знания и смысла. Батай противопоставляет суверенность рабской погоне за полезностью, которая приводит к овеществлению и обесцениванию человека в качестве разорванного субъекта, не сводимого к замкнутой тотальности разума. Под овеществлением здесь понимается не отношение господина к рабу в рамках социальных отношений или в рамках политических отношений, а скорее феноменологический уровень самого индивида. В вопросе определения сущности человека батай в целом следует за мыслью Кожела. Она заключается в отрыве от той роды и отрицании наличных данных. Это предполагает не только преобразование мира и участие в истории, но и, что намного больше интересует батая, саморазрушительную направленность человека. Как таковой он становится возможен, то есть человек становится возможен благодаря отрицанию своего первичного животного состояния. Это отрицание осуществляется через учреждение запрета рационального закона, который основан на респурсивности. Благодаря запрету человек утрачивает чувство растворенности в мире, как бы вырывает себя из всеобщей естественной континуальности, становляясь радикальным дискретным существом. Именно этот разрыв позволяет человеку осознать возможность собственной смерти, что остается совершенно недоступным для животного. Поскольку животное пребывает в мире цитирую Батая как вода в воде, то есть в полной континуальности, для него не существует понятия времени в принципе, а только непрерывно длящийся настоящий момент. Таким образом, только человеку присуще феноменологическое чувство времени. Я процитирую Батая, небольшая, но очень важная цитата. в тревоге пребывает то существо, которое труд сделал сознательно индивидуально. Человек всегда в той или иной степени находится в тревоге, потому что он всегда в ожидании. В ожидании, которое следует назвать ожиданием себя, ибо ему приходится представлять себя в будущем через предполагаемые результаты своей деятельности. В таком положении для человека не остается иного пути, кроме как прибегнуть к спасению вещи, поскольку именно в вещи или в продукте своего труда человек усматривает возможность сочетания дискретности отдельности и длительности. Смысл вещи состоит в том, что она всегда направлена в будущее, то есть полезна для будущего. Именно такая направленность в будущее, необходимым условием которой является отрицание настоящего, то есть отказ от желания в пользу требования другого, по мнению Батая, становится фатальным, но неизбежным и необратимым событием, приведшим человека к положению раба. В первую очередь раба перед самим собой и внутри себя. Опыт примата настоящего момента над будущим временем, свойственный суверену, доступен имманентно каждому человеку. И поэтому Батай определяет суверенность как институт, поскольку ей не чужда и масса. А субъективность никогда, разве что косвенно, не бывает объектом дискуссивного познания, зато она сообщается от субъекта к субъекту при помощи ощутимого эмоционального контакта. Это я сейчас тоже прямо ситирую Батая. Это тот опыт, который не может быть передан дискурсивно как информация в ходе коммуникации, но он может быть сообщен и прожит только как внутренний. Суверенность всегда предполагает негативность и ускользание. Поэтому суверенный опыт не может покрываться дождественным или сводиться к чему-то гомогенному. Такой опыт всегда предполагает выход за рамки я, за рамки рационального закона. И в этом он максимально близок к опыту смерти. Батаевский жест отказа от подчиненности рациональному смыслу обусловлен его принципиальной позицией в отношении необходимости гетерологии. Истина коллективного после исторического субъекта Кожева предполагала бы абсолютную прозрачность дискуссивной коммуникации среди членов общества. То, что до конца истории было бессознательным и не могло быть прочитано другим, теперь в конце истории становится прозрачно и осознаваемо для всех носителей дискурсивности. Это означает стирание всех нужных индивидуальных различий границ. Это отказ от непередаваемых переживаний с одной стороны и с другой стороны это предполагает снияние слияние субъекта с мировой тотальностью. То есть замыкание мира с одной стороны и замыкание человека самого на себе же самого. Проект Батая в принципе призван бороться с истреблением человека стать всем. Возвращение в состояние полной монетности миру это возвращение к животному состоянию. В этом случае мы получаем картину, где конец истории означает возвращение к доисторическому состоянию животного. Например, я внутри истории всегда расщеплено и бессознательно. Но лишь в таком виде оно возможно в принципе. В рамках истории внутренний опыт никогда не может быть полностью выведен в область интерсубъективности. Сама идея полноты дискурсивности грозит человеку превращением из негативности в простую нейтральность. Да, коллеги, скажите, есть ли на этом этапе какие-то вопросы, нужно ли что-то прояснить или я могу передать слово Мишу. Нейтральность она удовлетворена всем. То есть негативность продуктивна, нейтральность не. Продуктивно это смысл касаемо. Да. Нейтральность это что, отсутствие всякого негативности? Ну это скорее наверное то состояние, в котором человеку больше нечего отрицать. то есть нечего преобразовывать. Да, нечего преобразовывать буквально говоря. То есть он теряет свою активность по сути дела. Ну так ты благодарен. Ну да, да, примерно так. На самом деле это очень такой спорный вопрос, как именно нужно понимать конец истории и то, какой фигурой в конце истории будет мудрец. Это вопрос для отдельного исследования, потому что мудрец может быть и просто сногом в японском смысле этого слова, как бы человеком, который живет, ну можно так сказать, ради стиля, ради какой-то постисторической игры, когда никакое политическое событие в японском смысле этого слова невозможно. Либо он превратится обратно в немое животное, либо это совершенно другой радикальный способ понимать фигуру мудреца, мудрец может быть еще коллективным субъектом, то есть бога человечества, да. Мудрость, она как бы не в одном человеке, а в сообществе. Мудрость, абсолютно знание разлито между людьми. То есть есть много разных интерпретаций, и какое из них выбирать в отношении их оживо, непонятно. Почти все его термины, центральные термины метафоричны, поэтому об этом в общем сложно сказать. Да, еще один вопрос я увидел в чате. Катя спрашивает, я не очень уловила сюжетская ЮА, если честно, могли бы вы подробнее раскрыть сюжет про влияние Каюа на Кожева или наоборот. Может быть, я быстро процитировал. Это была цитата из сборника колледжа социологии, где Дени Улье показывает, что, ссылаясь на интервью, довольно позднее интервью Рожек Каюа, где он показывает, что Каюа пришел вместе с Батаем навстречу и с Кожевом. И на этой встрече они показывали какие-то свои наработки, связанные с будущим колледжем. Они показывали эти наработки Кожеву, Кожеву не понравилось. Он посчитал, что это какая-то какая-то просто бесперспективная вещь. Ему не показалось интересным в этом участвовать. И единственное, по-моему, выступление, которое не было впоследствии задокументировано именно в сборнике колледжа социологии, может быть, не единственное, но, по крайней мере, у этого автора единственное, выступление Кожева в колледже социологии в один из семинаров не было задокументировано. Мы его просто утеряли. То есть там мэтр Солома блистал импровизациями какими-то красивыми примерами, диалектикой бряцал, но в итоге это было утеряно. То есть на данный момент там просто отрывок из его вышедшей книжки по лекциям по Гегелю стоит. То есть это как бы не то, что действительно он рассказывал. В общем, вот какова была связь с Кожева. То есть Кожева рассказывал о том, что Кожев был для них авторитетом поддержки, которого они пытались заручиться. Вот в чем дело. Давайте я, чтобы не скрадывать время, продолжу. Я расскажу немного про Кожева и как бы подведу предварительные итоги. Мудрец Кожева, у него есть такая особенность. Он является однажды и навсегда вместе с концом истории. для Батая появление истины в форме экстаза, экстаза суверенности наоборот мерцает. То есть оно не появляется вот как в опыте Декарта, да, обретение достоверности раз и навсегда. точно такой же опыт у Кожева с обретением абсолютного знания пытается работать иначе. При этом эта мерцающая истина, она как бы не имеет четко обустроенного алгоритма. То есть нет, скажем так, той логики выстраивания истории, которая с необходимостью приведет нас к этому экстазу. То есть человек может отчуждаться от собственного желания некоторым образом в будущее, даже не познав возможно никогда такого события. Стать сувереном для Батая раз и навсегда означает утратить страх смерти вовсе. То есть это означает, что человек становится таким радикальным абсолютным господином, который буквально кидается на каждого встречного, кто только ему не понравится. Это ведет не только к асоциальности. Утрата страха перед смертью и полное устранение в человеке служения будущему приведет к смерти животного начала в человеке. То есть смерти самой жизни человек может начать бессмысленно рисковать, ведомый символическим признанием по ту сторону своих биологических потребностей. То есть он может, да, это знаменитое развлечение из лекции по, ну как знаменитое, у меня в голове, конечно, в первую очередь, из лекции Кожева по Гегелю, где он указывает на то, что вообще-то очень по-человечески желать какую-то вещь, если она признается другими, например, например, там, флаг или какой-то отличительный знак в армии, не к слову будет, да, упомянуто, то есть если для Спиноза или Руссо такого рода вещи, они сугубо искусственны и навеяны культурой вопреки природе человека, то для Кожева напротив именно культура является первой природой человека, можно так сказать. Так вот, как только исчезнет животное бытие, мы возвращаемся к этой проблеме, исчезнет и человеческое, поскольку установление человека невозможно без отрицания днем животного начала, собственно, так по Батаю и появляется человек. Человеческое дискурсивное сознание формируется только через рабство в труде, в труде подчиненном будущей цели, поэтому опыт структурированной дискурсивностью не может быть суверенным по определению. Дискурсивность и суверенность, Батайевская суверенность, они несовозможны. То, что подчиненная проекту дискурсивность всегда подчинена будущему, переводит ее всегда как бы в рабский модуль. Мудрец не может не подчинить опыт смерти тому, что Батай называет целью мудрости, предполагающей завершенность дискурса. Батай пишет, что мудрость могла бы быть суверенностью, если бы сам процесс отыскания мудрости был суверенным. Но этот поиск подчинен только тотальному проекту мудрости. Таким образом, Кожев лишь мнимо приходит, по его мнению, к подлинной суверенности, так как его отрицание раба так или иначе сохраняет его в себе. То есть, понятное дело, мудрец или совершенный господин это просто снятый раб. Снятый в том смысле, что он в каком-то смысле все-таки и остается в этой фигуре мудреца. Это, собственно, то, что, наверное, и смущало Ницше, это смущает Батая, то есть, они не терпят раба даже в снятом виде. Суверенность любой рабскости абсолютно противоположна. Таким образом, с точки зрения Батая, переход от количественной прибавки в рабском знании к новому качеству суверенного бессмыслия не следует и система абсолютного знания. То есть, сколько бы мы ни копили знания, тем не менее, бессмысленного экстаза в подлинном смысле этого слова мы получить не сможем. Иными словами, для Батая является абсурдным тезис о том, что пребывание в постоянном рабстве, настоящем, ради какой-то цели стать господином в будущем может в какой-то момент однажды достигнуть этого будущего и позволить человеку пережить опыт подлинной суверенности. Такая суверенность будет для мудреца не свободным экстазом, который как раз ищет Батай, но тяжким грузом. Небольшая цитата из Батая. Я считаю, что мы порабощены знанием, что рабство фундаментально для любого знания. Принятие такого образа жизни, при котором каждый момент имеет смысл только ввиду другого или других моментов, которые последуют, то есть последуют в будущем. Конец цитаты. Активное негативирующее действие у Батая, как и у Кожела, всегда предшествует познанию и его обуславливает. И в этом и заключается еще одна причина, почему пассивный субъект конца истории, которого так ищет Кожев, навсегда лишается способности к познанию. Поэтому, когда знание становится конечной целью человеческого существования, оно вытесняет и в конечном счете уничтожает само начало движения человека, которым и является незнание. Знание есть лишь средство, поэтому оно и является уделом раба, за пределами которого человек продолжает стремиться к незнаемому, к незнаемому внутри самого себя, к зияющему ничто, которому обусловлена и организована самовозможность человеческого рассудка. Можно сказать, что в вопросе свободы субъекта Батай идет значительно дальше Кожева. Предлагая свой теистический проект, Кожев полагал, что смог отыскать путь избавления от подчиненного состояния раба в пользу статуса господина, радикального господина в виде мудреца. То есть, как он иначе его называет, смертного бога. Бога, который, будучи конечным и смертным, тем не менее, присвоил абсолютное знание. То есть, он как бы стал бога-человеком, совмещающим и смертное, и божественное. Тем самым, Кожев полагал, что борется против несвободы человека внутри истории, в то время как для Батая этот жест привел к ровно противоположному результату. С точки зрения Батая, проблема философии Гегеля и Кожева состоит не в отсутствии свободы, но напротив в том, что ее оказывается слишком много. В этом смысле Декарт, Гегель, Кожев оказываются теми мыслителями, разум которых, как и разум каждого конечного существа, не способен вынести груза тотальной свободы случайного я, о котором говорит Батай. Тотальные свободы ничто, которые волей ничем не обусловленной удачи на какое-то время становятся бытием. Лишь для того, что и целью, чтобы когда-нибудь обратно вернуться в небытие. То есть вот этот фактор удачи, вот насколько я помню из нашей дискуссии с Настей, она говорила мне, что волю к власти нитшанскую Батай меняет на волю к удаче. к удаче в таком смысле вот алеаторного материализма Альтусера. Извините, я немного этого не сказать. Но для того, чтобы преодолеть эту трагическую свободу, Декарт прибегает к Богу, Гегель к системе абсолютному духу, а Кожев к абсолютной мудрости атеиста, чтобы наделить субъекта опорой в виде разума и в конце концов какой-то телеологии. Все это дает успокоение человеку во время его пребывания в мире. Но Батай это философ, который не хочет успокоения, он ищет бездны, безосновности, случайности, то есть из-за влияния шестого для него это очень важная тема. Как и всякий мыслитель, он готов посвящать свою жизнь устанному познанию, но лишь на время и лишь за тем, чтобы в конечном счете знание обрушилось с падением в бездну неизвестного опыта. Потому что когда раб и господин вступают в первую борьбу, в ту самую диалектику, они борются за самого себя. Они борются простите сейчас, одну секунду, они вступают в борьбу не за объект, а за самих себя. И человеку свойственно желание бороться за самого себя, вопрошать к себе, к собственной негативности, а не к позитивному объекту. Ему свойственно обглядываться в бездну, а не стремиться к полноте обладания сущим. Я передам наверное слово Насте, она скажет какие-то слова заключения, и мы можем перейти к вопросу. Да. Собственно, подводя итог, оба автора, Кажев и Батай, пытаются дать свой ответ о смысле и назначении человеческого существования в его возможном идеале. Однако, как мы показали, их тезисы радикально расходятся. Кажев видит конечное торжество истины на стороне раба, который должен сам стать в конце истории смертным богом, присвоив все атрибуты бога, кроме бессмертия. Его негативная антропология демонстрирует рождение самосознания из желания признания, но при этом испытывает эпистемологические трудности с фигурой совершенного человека, мудреца, потому что все знания несовместимы с самосознанием. Последнее, то есть самосознание оказывается зазором между бытием и мыслью. Эти трудности, как мы показали, не получают дальнейшего разрешения в философском проекте Кожел. Батай, в свою очередь, отказывается от самой диалектики раба и господина в пользу понятия суверенности. Самосознание, зараженное дискурсивностью, предполагает отчужденность в будущее. Раб жертвует настоящим ради проекта будущего. Операция суверенности раскрывает истину человеческого существования во внедискурсивном. Можно было бы сказать, что суверен Батай по-кожевски, цитируя Кожела, мыслит там, где не есть и есть там, где не мыслит. Он предпочитает верность бытийной истине, рабству разумного. Самосознание, следовательно, может быть только рабством. Суверен же в своей трате не растворяется до конца, не теряет субъективность, оставаясь на пределе, на грани. Тезис нашего доклада опирается на наше исследование и заключается в том, что самосознание несовозможно с полнотой знания и его абсолютом. Незнание или неполное самопознание – это причина и условия существования инстанции «я», причина существования разумности в принципе. Кроме того, субъект оказывается всегда уже расщеплен, даже в своем интимном феномиологическом опыте. наш тезис имеет свои границы, так как предлагает ответить на эпистемологические проблемы самосознания, исходя из концептуальной схемы, представленной французским неофигианством. Однако, на наш взгляд, приведенные аргументы дают оригинальную интерпретацию поставленной проблемой, и в результате нашего исследования мы находим в философских проектах Кожева и Батая тезис о том, что самосознание, инстанция я и доразумность возможны только благодаря эпистемологическому зазору между бытием и мышлением. Большое спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы, критика, комментарии, мы будем очень рады. Спасибо, коллеги, спасибо друзьям, Миша и Анастасии. Давайте, друзья, вопросы. Далее, Сергей, пожалуйста. Хотите спросить, да? Не столько спросить. Меня в восторге от того, что я сейчас услышал. Мне как экономиста было очень интересно слушать тему, которую я знаю как экономиста, потому что я в те времена в советский, я же человек старый, мне 75 лет, я 16 лет поработал в системе Госплана ЦССР. И вот диалектику господины Раба я просто 16 лет это была часть того, в чем я участвовал, потому что планирование это как бы то, чем занимается субъект. Тех, кто внизу, это вроде как должны быть рабами. Я имею в виду внизу, это значит предприятие. Деньги Госплана ЦССР и есть внизу предприятие. Ну, а предприятие есть работники. Я не спрашиваю, что Горгерот поскольку речь именно о планировании, то начинается вот с того уровня, которым я так иначе участвовал, окончается задание предприятию и ресурсами, которые предприятия выдаются. Так вот, что я наблюдал? Что на основе чего принимаются решения наверху? На основе информации, которая идет снизу. Другие источники информации наверху просто нет и быть не может, если мы говорим о хозяйствах. и получается так, что вообще говоря, а поскольку предприятия оцениваются и стимулируются за выполнение плана, то когда от них ждут предложения, соображения на будущее, они просто рулят верхами, грубо говоря, давая наверх занижена информация возможностей, завышена информация потребностей. Это просто то, что я видел как некую проблему, которая наверху собирается. И проблема баланса, это вот, короче говоря, диалекция раба и господина, она просто показывает, что реальная информация у раба и он как бы виляет верхами. Такая у нас была поговорка, если тебе нужен двухгорбый верблюд, заказывай трехгорбого, все равно один горб срежет. Я к тому, что игра вот, это не разовая ситуация, господин и раб, а такая длящаяся во времени и закончилась тем, что исчезло это мало хозяйства. В этом смысле рабы, то есть предприятия дорвались до свободы, то есть до рыночной экономики, ну вот мы имеем то, что имеем. Я почему про это говорю, потому что вот все это замечательно обсуждать там по Гегелю, по Кожеву и так далее, но есть как бы абсолютно реальная жизнь, из которой все это как бы берется в каких-то таких вот ну очень рафинированных таких красивых формах, вот. Но за этим надо, мне кажется, не упускать, а как это же происходит в реальной жизни. Вот скажем, я 16 лет и как-то дело в Советском Союзе решается эта проблема, но эта проблема универсальная, это везде так есть. В любом предприятии, в любой корпорации есть проблема принятия решений наверху, и вот как-то будет происходить с учетом всего остального. Поэтому у меня есть только вопрос, сколько пожеланий от моих молодых коллегам как-то попытаться за земли, честно говоря, рассуждения. Потому что есть басня Эзопа о цикаде и жуке, это по-нашему стрекоза и муравей. Это оттуда взял Крылов эту басню. стрекоза живет сегодняшний бнем самовыражается, а муравей он заботится о будущем, в том числе и самой стрекозы. Потому что это универсальная басня, а не только про экономику, но и про нашу жизнь. Спасибо, я больше не буду говорить. Спасибо большое за комментарии. Спасибо большое. Спасибо. Возможно у нас действительно получится как-то заземлить, но мы во многом решали просто в нашем материале какие-то такие узкие историко-философские проблемы. То есть мы иногда уходили в те вещи, которые не являются общедоступными возможно не только для коллег других научных сфер, но даже и для самих философов. Я хотел бы перемешать возможно онлайн и офлайн формат. У нас есть официальный диспутант Данима Волков, который хотел задать несколько вопросов. Мы наверное уступим ему место за нашим столом. Я в общем даю. Здравствуйте. Да, Миша попросил меня сегодня дискутировать. Да, и в общем у меня есть три значит комментария вот следующего характера. Значит комментарий ну во-первых да доклад мне понравился спасибо большое за проделанную работу послушать было очень интересно. Три комментария. Значит первый комментарий несколько расширяющий контекст. В самом начале Миша сказал, что сюжет с диалектикой господина Ираба помогает нам понять, вот рассмотреть вот такой да, я сейчас процитирую, насколько я правильно слышал, генезис разума из некоторой неразумной среды, из неразумной стихии. Вот, и на самом деле это очень интересный сюжет во французской философии XX века, потому что кажется в начале в 20-х годах сложилась такая ситуация, что может звучать несколько забавно, французскими интеллектуалами психоанализ, значит феноменология и туда же еще и Гегель, а позже еще туда добавился структурализм, начали рассматриваться как все дисциплины, которые хотят одного и того же. То есть вот буквально Гегель, Гуссер, Фрейд, они все хотят одного и того же. Чего? Показать, как разум происходит из неразумной стихи. Очень интересно в связи с этим посмотреть книжку, которую, если мне сейчас память не изменяет, либо в 49-м, нет, в 58-м, наверное, в 58-м написал Леотар, Леотару издательство задало, ну, попросил написать его книгу о феноменологии, такое, ну, краткое видение, как мы бы сейчас сказали, типа Very short introduction to про феноменологию для чайников, просто вот самые базовые сведения. И он-то буквально абсолютно нормально пишет об этом, что да, гуссерлевская феноменология ставит своей целью показать генезис сознания из бессознательного. То есть у Леотара даже нет сомнений в том, что это так. То есть он даже в учебной книге это пишет. Он при этом еще ссылается, это так, вот замечание, может быть, будет интересно там Максиму, он при этом еще ссылается на Канта и говорит, что в принципе и у Канта есть такие мотивы, что вообще, конечно, потрясающе. Вот, значит, это первое. Поэтому, наверное, это можно прочитать как целую историю того, как вот вообще психоанализ с феноменологией совместились очень сильно во Франции и вообще воспринимались почти как один проект. Просто вот очень мало разрыв. Это первое. Значит, извини, пожалуйста, давайте сейчас переподключимся, потому что осталась одна минута. Хорошо. Да, я продолжу. Это первое, вот значит, так что это в целом интересное такое совмещение. Насколько я знаю, на самом деле история его даже и не написала. То есть, вот это как такой проект и Батай, как человек, который, несомненно, находился, так сказать, в центре интеллектуальных течений 20-х, 30-х, 40-х годов во Франции, он, конечно, активнейшим образом это воспринимал. Вот, это значит первое. Следующее. По поводу у меня было, да, вот, следующее у меня такое замечание, что здесь, мне кажется, отсутствует одно довольно важное имя. Во всяком случае, оно не было произнесено, к великому сожалению. Это имя Жанна Валя, человека, который написал влиятельную штуру и для Кожева, и для Батая, и для всей Франции, буквально книгу о Гегеле, да, «Несчастье сознания. Философия Гегеля». Она переведена как «Несчастное сознание», но там «Несчастье сознание». И, в общем, Валь там тоже на мотиве нескольких, ну, нескольких десяток страниц и одного сюжета пытается интерпретировать всю саниминологию. Книга была невероятно влиятельной, ее читали просто все, и сам Валь от Гегеля быстро отказался, он ему не был особо интересен. Но эта книга была действительно партигматической, и вот там, мне кажется, есть многие важные сюжеты в смысле с разбиением эго и с удраблением, ну, и вообще с ролью сознания Гегеля. Действительно, книга супер важная, вот советую обратить на нее внимание, потому что, ну, я говорю, типа буквально ее читали абсолютно все во Франции. И третий сюжет, это такое мое личное, скорее уже, замечание. Миша сказал по поводу алиаторного материализма у Альтюсера и воли к удаче Батая. Мне вот кажется, что это не совсем, ну, это моя точка зрения, возможно, не совсем правильное совмещение. Мне всегда представлялось лично, когда я читал, ну, воля к удаче, это понятно, да, господин Ницше, значит, из суммы теологии, куда он ее поместил, господина Ницше. Мне всегда представлялось, что батаевская воля к удаче, это нечто, что скорее схожее с представлениями о случае контингентности такого типа а-ля Маларме, чем то, что мыслил себе Альтюсер. То есть, воля к удаче, это скорее, да, такое бросание костей, вот, и какие-то вещи, которые больше похожи на, ну, вот эти мистические образы, на самом деле, очень мистические, которые Маларме использует для иллюстрации всего этого, да, это созвездие, это бездна, вот, тонущий корабль, то есть, вот эти образы, которые, на самом деле, и под гибота очень близки, вот, чем алеаторный материализм Альтюсера, то есть, я, вот, ну и да, потому что в идейном плане, конечно, Маларме, в смысле, концептуализация случая оказала на французскую сфолософию влияние, ну, просто больше, чем, наверное, любой философ, который концептуализировал случай, продолжает, вот, так что, наверное, вот это я бы еще мог заметить, а в остальном, да, доклад мне очень понравился, ну, и, наверное, могу еще самое последнее, как в качестве анекдоты сказать, что, как известно, Батай узнал о Ницше, точнее, получил совет читать Ницше от Шестого, это биографически сдокументированный факт, вот, в то время, как, как известно, КЖ писал, да, диссертацию о Соловьеве, и в итоге, да, их конфликт можно рассмотреть, как конфликт ученика Соловьева и ученика Шестого между собой, значит, вот, конфликт Ницшеанса, Ницшеанса фаната-любителя Шестого и Детельянса-любителя Соловьева. Вот все, спасибо за внимание. Данила, спасибо большое. Если можно, я по горячим следам разверну обратно вот то, что прокомментировал Данила. Во-первых, я хотел да, поблагодарить за такой развернутый комментарий, почему я сравнил это с алиаторным материализмом по одной простой причине большинство современных плоских материалистических проектов вроде Хармона, Латура, я не знаю, там всего вокруг Николанда это вещи в той или иной степени наследующие солнечному анусу Батая, где он чуть больше сюрреалистической и художественной как бы с большим изыском изобразил все эти вещи, которые сейчас мы видим в современных дискуссиях, самых таких, ну вот в авангарде, скажем так, на авансцене континентальной философии. Я, наверное, вот в этом смысле сравнил, но я абсолютно согласен с комментарием Данилы. По поводу Жана Валя, я хотел бы, во-первых, согласиться, что да, наверное, это упущение нашего исследования, и это очень хорошо, что Данил это подметил, а во-вторых, я хотел сказать, что на самом деле эта работа уже проведена, Иван Сергеевич Курилович в 2019 году издал монографию французское на гегельянство про четырех авторов, Жан Валь, Кайре, Кожев и Ипполит, конечно, да, точно, что-то я Ипполита обидел. В общем, это как раз попытка совместить феноменологию Гегеля, Гусселя, Хайдегера, так называемых трех Аш в истории французской мысли, как они известны, начиная, наверное, с Финцета Дипомба, но, может быть, даже и раньше. Да, с ранних времен, с Делеза, подсказывает мне Данила. В общем, это все комментарии, которые я хотел сказать. Да, у нас был какой-то вопрос, я не обратил внимание. Ольга Волкова, кажется, хотела что-то сказать. Или мне показалось, будет быть. Коллеги, да, если есть желание задать вопрос, можно ли по поднятой руке или сразу, потому что нас не так много можно людей говорить.